Всем привет, с вами красный-белый подкаст. Всем привет! Жень, ну чё, кто-то в гостях сегодня есть? Артём, я тебя, наверное, приятно сегодня удивлю. Да, гость есть, и он весьма оригинален и необычен. У нас в гостях талисман хоккейного клуба «Спартак Москва» сам Рустам Магдеев! Ох ты, ничего себе! Привет! Этот выпуск снят при непосредственном содействии хоккейного клуба «Спартак Москва», за что ему огромное спасибо. Всем привет, красный-белый, всем привет! Ну, во-первых, рада видеть тебя в студии. Круто, что нашёл время к нам приехать, потанцевать тут у нас. Потому что сейчас начало сезона. А как готовятся талисманы в связи с этим? Ну, талисманы готовятся так же, как и команда. Общая физическая обязательно подготовка, упражнения. У меня лето проходит в очень интенсивном спортивном режиме. Это и разные подвижные игры, настольный теннис, футбол, баскетбол. Путешествия, я знаю. Путешествия, да. Очень хорошо. Поездили летом. Просто великолепно отдохнули. И, соответственно, вот это и заряжает на новый сезон. Великолепно подготовились. Я надеюсь, что всё будет прекрасно. Ну и много нового, много новых фишек, много новых болельщиков и старых, которые будут заряжать и команду, и меня на новые победы. В общем, мегаспорт будет дрожать в этом сезоне. Это 100%. Не могу не спросить. Обычно у тебя вокруг куча-куча длинноногих девушек рядом. Вот подскажи, в отпуск они с тобой вместе ездят? Конечно, нет. Никакие длинноногие девушки со мной в отпуск они ездят. Пусть они остаются рядом только на матч. Дружишь ли ты с кабаном? С футбольным? Да, конечно, мы общаемся, мы пересекаемся. Я надеюсь, что он найдёт время в этом сезоне и придёт к нам на хоккей не единожды, чтобы насладиться нашей атмосферой, потому что всё-таки на футболе и на хоккей атмосфера абсолютно разная. Это я так считаю. И на самом деле у нас всё более драйвово. Я думаю, что ему понравится у нас, и мы будем впредь ходить, он к нам на хоккей, я, естественно, к ним на футбол. Мне очень нравится на футболе, мне очень нравится энергетика. Жаль, конечно, что побольше бы народу, но это ничего не меняет. Просто очень классно находиться рядом с кабаном и тусоваться. Футбольные и хоккейные клубы – одна семья? Да, конечно, абсолютно, это точно. Да, мы очень часто посещаем футбольные матчи и хоккеисты, и сотрудники клуба. И так же, как футболисты, уже в осеннюю и зимнюю пору они приходят на хоккей с удовольствием. Слушай, подскажи, вот сейчас новый сезон в Мегаспорте. Что новенького вы приготовили? Можно открыть какие-то карты с точки зрения организации матчей, с точки зрения визуальных, новые танца? Я думаю, смысла, конечно, открывать карты нет. Увидите всё сами. Но я вас уверяю, что нового много, оно есть. И мы просто очень будем ждать всех болельщиков на трибунах. Мы надеемся на их поддержку и очень любим своих болельщиков. Красно-белые, приходите на хоккей. Там здорово. Приходите на хоккей. Слушай, ну, я тебе предлагаю сделать небольшой дианон, потому что в студии, наверное, лучше будет звук, если ты будешь без маски, вот, если ты не против. Вот без маски, слушай, ну, что-то изменилось, но не сильно. Не сильно. Тоже гладиатор. Там самая улыбка, да. Брови, мне кажется, поменьше немножко стали. Я надеюсь, что так они останутся, потому что больше не надо. Ты успеваешь смотреть хоккей? Вы знаете, сложно смотреть хоккей, когда ты работаешь, потому что моя направленность и моё вообще существование – это болельщик. Красно-белый болельщик, ради которого я и работаю. Я в основном смотрю на болельщиков, на их эмоции. Конечно, иногда удаётся посмотреть какие-то микромоменты. Например, там, больше всего мне удаётся смотреть именно 3 на 5, когда играем мы в меньшинстве, втроём. Горбовая тишина. Все ждут либо пропущенной шайбы, либо когда команда выбросит шайбу из зоны. И вот из-за этого какие-то там 30-40 секунд у меня есть. А так нет, я хоккей в основном не смотрю, я смотрю на стадион. То есть вот это тонкий очень момент. Ты, в принципе, как бы не подходишь к болельщикам, когда все вот такие, да, вот это вот. Это нужно чувствовать, да? Да, конечно. Я отхожу на самом деле куда-то либо пониже, либо стою в проходе, чтобы никому не мешать. И при этом я сам должен тоже какую-то эмоцию показать в этой ситуации в данный момент. Там пропускает команда шайбу, сделаешь, там, закроешь лицо руками или ещё что-то. Если выбрасывает шайбу, просто взял, похлопал команде за то, что какие-то секунды ещё прошли. Соответственно, болельщику я не мешаю, да. И иногда могу подойти к маленьким детям для того, чтобы закрыть там ладошкой глаза, чтобы это они как бы не видели. И они понимают, начинают смеяться и забывают про то, что какой сейчас сложный эпизод у нас в игре. На тебя все одинаково реагируют. Ну, я имею в виду позитивно. Бывают же наверняка случаи, когда... Ай, не мешай! Вот это вот, да. Таких много, да. Но я стараюсь не вступать в какие-то конфликтные ситуации. Всё бывает. Бывают и говорят... Слушай, что ты встал там передо мной? Отойди давай. Ну, всё бывает в жизни. Я стараюсь от этого абстрагироваться и просто человеку показываю. Ладно, ладно, всё. Не переживай, я отошёл. И отхожу в сторону к другим людям, которые позитивные. Потому что ты сразу, когда ты приходишь на сектор, ты ловишь своим взглядом взгляды болельщиков. И ты понимаешь, кто позитивен, а кто не совсем. То есть ты выбираешь? Да, конечно, да. С какой ложей, ну, как бы с какими трибунами работать сложнее? То есть вот... Или тебе всё равно? Я работаю со всеми трибунами. Я захожу в любой сектор, и для меня нет разницы. Ложа, сектор, ВИП, мягкие места, кто-то ещё. Потому что все болельщики едины для меня. И я же говорю, что когда даже приезжают болельщики-гостей, я стараюсь спокойно ко всем заходить. И там уже, да, ты ловишь реакцию. Если к тебе люди позитивны, даже можно с ними потанцевать, поколбаситься, пожалуйста. Не бывало с болельщиками там гостей каких-нибудь историй, инцидентов? Вообще, потому что, знаешь, вопрос совсем не праздный. Всё-таки отношения к маскотам всегда разные. Я вообще слышал историю, мне приятель рассказал, по-моему, года два назад на выезде в Минске наши спартаковские болельщики отоварили талисмана минского «Динамо». Он что-то подошёл, начал там... Там Бэтмен, по-моему, ходит. И мы там полбом дали, что ли, вообще. Я так смеялся, но я не пропагандирую ни в коем случае насилие. Слушайте, нет, ну, на самом деле всё бывает, конечно. Но... Проблем не было? Здесь нет. Проблем не было как таковых. Были какие-то недопонимания. И самые позитивные болельщики, которые ко мне когда-либо вот так вот подзывали меня или подходили фотографироваться, это болельщики «Торпеды» и «Автомобилисты». Почему? Потому что, например, мы... У нас с «Торпедо-противостояния» уже два сезона. Мы с ними играем подряд по шесть игр. Да-да. В позапрошлом сезоне мы им пять проиграли, одну выиграли. А в прошлом, наоборот, мы пять у них выиграли, одну по булитам проиграли. И вот в прошлом сезоне как раз у нас была такая вещь, у нас было поздравление на верхнем ярусе прямо рядом непосредственно с болельщиками гостей. И в этот момент, когда я зашёл к болельщикам гостей, они начали со мной обниматься, мы им забросили две шайбы. И погнали в конец. Нет, нет, они-то как бы... Они меня вообще никуда не гнали, и я стою и понимаю, что... Ну вот сейчас руки поднимать, радоваться... Ну да-да, не комильфо, короче. Нет, не совсем просто правильно, потому что люди к тебе позитивны, а не к тебе... О, там, талисманчик, давай. И я просто стоял, раз поднимаю руку вверх, и потом тут же её опускаю. Всё, и больше никакой реакции. Потому что я понимаю, что это гостевой сектор, болельщики ко мне позитивны, я не имею права как-то какими-то своими жестами или эмоциями оскорбить и провоцировать их. Соответственно, всё. Они даже пропустив две шайбы, они мне там... О, талисманчик, ты красавец, там, всё, давай. И я спокойно ушёл дальше по верхнему ярусу к своим болельщикам. Я вот слышал историю о том, что у тебя там чуть ли не миллионный штраф, как-то чуть ли не прилетел, за такую полу... Ну, не провокацию, а, как сказать, нечаянную провокацию, скажем так. Да, была такая история, на самом деле. Мы играли с питерским СКА, и когда мы играли ещё на Автозаводской, на ЦСКА-арене, у меня была постоянная такая фишка, с которой я начинал каждую игру. И я думал, что она приносит победу, там, шайбы заброшенные. Я когда выходил к зрителю, а там был такой большой-большой круг, по которому ходили все талисманы, и люди сами подходили и фотографировались с нами. И я просто вскидывал руки вверх, здоровые со всеми. Я всегда повёрнут лицом к болельщику, и я не видел, что в этот момент наш игрок получает серьёзную травму, и игроку СКА уже обсуждается какой-то большой штраф. И я хожу, значит, так вот показываю, вот так вот руки. В перерыве меня ловят и говорят, ещё раз так сделаешь, вашему клубу выпишем миллион рублей. Я говорю, а что я сделаю? Ну вот покажу, что игроку СКА надо пять минут дать за нарушение. Я говорю, какое нарушение, ребят? Я говорю, я здороваюсь с болельщиками. Я говорю, это у меня каждую игру. Если хотите, тут есть камеры, проверьте каждую игру меня. По видеонаблюдению. По видеонаблюдению, да, что я вот такие вот вещи делаю, каждую игру. Я никакие пять минут не показываю, это просто ладошка, которая приветствует каждый сектор, конкретно каждый сектор. Нет, нет, у меня всё запротоколировано. Ещё раз так сделаешь, или мы тебя сейчас вообще без видимых каких-то причин... А это миллион рублей. Я говорю, ну, слушайте, я никогда не провоцировал никого, и тем более я же нахожусь всегда спиной к арене. То есть ты физически не можешь видеть то, что происходит на льду? Нет, ну, я вижу, конечно, как бы... Ты же не только к зрителю поворачиваешься, у тебя во время игры всё бывает, но чтобы кого-то провоцировать, у меня такого никогда не было. Я всё осознаю, я всё понимаю, и течение матча, оно не должно зависеть от кого-то. То есть играют игроки, судьи, у них своё. У них своя вотчина, у них всё своё. Ты должен думать только о болельщиках. Вот болельщики пришли, всё, это твоя обязанность. Ты с ними фотографируешься, ты с ними танцуешь, ещё какие-то вещи. Но чтобы вот так вот провоцировать себя и, скажем так, подставлять клуб на штраф, ну, сами понимаете... Ну да, это странно. Конечно, это минимум странно, что я вот так вот постоянно бы ходил и пять минут кому-то показывал. Ну всё, закончилось благополучно? Да, да. Или просто после этого стал показывать вот так вот? Нет, я просто сказал ему, что я всегда так делаю. Посмотрите камеры, у меня нет никому антагонии, чтобы кого-то спровоцировать на что-то. Я даже не делаю так, как делают, например, другие талисманы, которые... Они могут подойти прям к стеклу. И игроку противоположной команды, который сел на скамейку штрафников, они ему стучат прям в стекло и что-то там пытаются... Понятно, доказать. Доказать, да, грубо говоря, или спровоцировать. Это же на публику работа, да? Ну, это же да, конечно. Просто таким образом заводят трибуны. Да, да, да. Местная трибуна. Конечно, конечно. Это работа не против, ни в коем случае не против хоккеистов, не против других команд. Это просто работа на публику, чтобы своя аудитория завела команду на свершение, на гол, на победу, на ещё на что. Чтобы драйв почувствовать. Да, чтобы именно почувствовать драйв. Потому что, когда, например, дерутся хоккеисты, они не дерутся ради драки, ради травмы соперника, они дерутся ради драйва команды, чтобы команда воспряла. Слушай, ну здесь я с тобой поспорю. Всё-таки иногда бывают ситуации, когда, ну, блин, если тебя в борт въезжают тебе, у тебя просыпаются, нормальное желание просто дать сдачи. Вот и всё. Разве не так? Но нет, это так, да. Но просто всё зависит от того, как тебя ударили в борт. Если головой ты влетел в борт, и человек намеренно это сделал, это одно. А если, например, он сам тебя не видел, ну, это же можно объяснить. Но ты же понимаешь то, что он сделал, это намеренно. Нет, ну, конечно. Там понимаешь даже не ты, а когда бьют тебя, твои партнёры же рядом находятся. Само собой. И они, соответственно, видят, что это было, какой контакт, какой удар, ещё что-то. Я знаю, ты вообще же очень давно болеешь, да, с 92-го? Да, абсолютно точно. С 92-го года я болею за московский «Спартак». Но прям-таки конкретно я начал ездить и с папой, и с дедушкой, и с 94-го года. А у тебя болельщики, ну, по линии, да? Да, у меня папа и дедушка, царствие небесное, папа-воспитанник футбольной школы «Динамо», играл вместе с «Толстых», с экс-президентом Российского футбольного союза. А дедушка просто давнишний поклонник армейского клуба. И вот так вот получилось, что вроде как надо бы внука в нашу песочницу. Голубой пул. Голубой пул, да. В нашу песочницу. А потом как-то на двух матчах мы были как раз на «Динамо-Спартак». Это был 88-й год. Хоккей? Нет, футбол. Я оттуда ничего не помню. И вот при этом что-то вот прям просто «Спартак». И все. И начинается вот эта вот болезнь «Спартаком». Отведите меня туда, отведите меня сюда. И первый прям матч, который я помню, это меня привезли на стадион «Динамо». Мы с папой поехали. Это был прощальный матч Федора Федоровича Черенкова. Когда играли с «Пармой». Да, играли с итальянским клубом «Парма». С будущим нашим главным тренером «Невио Скалой». Сыграли тогда 1-1. И вот тоже, к сожалению, прям вот ничего не помню, кроме того, как Федора Федоровича посадили на плечи, провели круг почета под «Виват», «Король Виват», и все. И после этого уже начались такие прям глобальные сезоны за «Спартак». Там в 95-м, 96-м году. Когда в 96-м году прям практически все матчи помню. Очень классная атмосфера была. Я помню на «Торпедо» «Спартак», когда мы выиграли 0-3, потому что это был как бы гостевой наш матч. Играли на «Торпедо». На автозаводе. Да, на автозаводе. Но он был номинально хозяйским. Играли два матча с ним. И выключился свет. А, я помню, был там. Да, и все, знаешь, как бы «Спартак» доминирует. Играет быстро, качественно. Хороший первый пас. Тут выключается свет. И, опа, что происходит? Минут там, минуту, наверное, 4-5. Он включился, потом опять выключился. Что такое? И, кстати, такая же история на самом деле была. Прям на тестовый. Это был тестовый турнир Кубка Мэра на ЦСКА-арене, когда ее только-только открыли. Значит, все болельщики пришли на «Спартак Амуру». Великолепная атмосфера. И, кстати, пришло так немало народу. Подожди, тогда она не была в ЦСКА-арене еще. Она была в ВТБ «Парк Легенд». ВТБ «Парк Легенд», да, абсолютно точно. Тогда было хорошее название. Да-да-да, ВТБ «Парк Легенд». Все, начинается игра. Все хорошо. Играем-играем. Хлоп, света нет. И света не было минут 40. Потом вроде все нормализовали, все включили. И вот такие вот вещи тоже очень запоминаются. И вот 96-й год как раз стал основополагающим, когда начали ездить, начали кататься, и в другие города в частности. И прям вот просто... Ты много посещал? Ну, выездных. Ну, я посещал достаточно мало тогда, потому что... Время-время было. Хоккей-время, да. И потом уже стало попроще, побольше. Потом, на самом деле, стали открываться и другие виды спорта, общество «Спартак». Сейчас мы очень много уже можем назвать, да, там, американский футбол, рэгги, пляжный футбол, хоккей, соответственно, большой футбол, флорбол у нас есть. Софтбол же еще. Софтбол, да, у нас есть. У нас очень много, на самом деле, направленностей. А раньше был просто футбол, хоккей. Баскетбольная команда была, но на баскетбольную команду, к сожалению, почему-то наши болельщики ходили очень-очень малой тусовкой. И она потом вообще... И она была Ленинград именно, вы помните, да, «Спартак-Ленинград». Соответственно, ну... Ну, хорошо, футбол, понятно. Наверное, в то время, ну, «Спартак» был просто светилом всего спорта. Всего, да. Как ты пришел на именно хоккейные трибуны? Да мы пришли многими спортшкольниками, которые занимались хоккеем, и у нас... Мы ходили, на самом деле, на многие арены. Не только Москвы, а еще и Подмосковье. Ездили в разные тоже другие города. Знаешь, я хочу немножко вернуться к теме талисмана все-таки. Вот чуть туда. Подскажи, кроме домашних матчей, на какие мероприятия еще выезжаешь? Ну, мы выезжаем... Сейчас вот появился уже четвертый год, у нас есть такое мероприятие. И спасибо за это. Ребята, мы с КХЛ, это талисманика КХЛ. Она, правда, пока проводится только в Москве, но, может быть, нет предела совершенства и будет проводиться в разных других городах. А так, у нас постоянно... Мы выезжаем на матчи звезд континентальной хоккейной лиги в разные города, которые назначаются КХЛ перед этим сезоном. Вот мы сейчас узнали, что у нас будет Новосибирск. И, соответственно, вот матч звезд это самое такое глобальное мероприятие, на которое приглашают всех и лучших хоккеистов там по версиям, и болельщиков, и тренеров, и еще. И, соответственно, талисманы каждой команды. У нас там заняты все дни, мы вообще там не отдыхаем. У нас в пятницу ты прилетел, ты сразу же... Вот ты только прилетел, а тебя уже везут на арену для того, чтобы ты ознакомился со спецификой арены, для того, чтобы ты понял вообще, какие конкурсы хотят провести организаторы. И все это у тебя отнимает время, и там действительно все расписано прям до минут. Куда мы едем? Зачем мы едем? Почему мы едем? А как же вот это? А как же то? И все это там уже не обсуждается, а уже там все делается по конкретике. Скажи, есть у талисманов какой-то свод правил, может быть, инструкций, код от КХЛ? Как вот себя нужно вести? Кодекс поведения вот. Что-то есть подобное? Ну, типа, что делать там? Строго запрещается, например. Или это вы сами как бы для себя понимаете? Ну, я думаю, что это у каждого свои грани, свои рамки. За нами в любом случае, наверное, смотрят. Осматривают. Да, за нами присматривают. И люди из клуба, естественно, к нам подходят и говорят, что там, ты вот здесь поаккуратней, сюда не ходи, туда не ходи. И, соответственно, мы... Почему? Ну, потому что, например, на матчах звезд запрещено любому талисману подходить к отсекам команд. Ну, вот такое запрещение. Потому что у нас была смешная история. Талисман Лады, Филин, ему позвонила его пресс-служба, сказала, давай срочно беги к пресс-волу КХЛ, тебя там ждет наш игрок Никита Филатов, который будет с тобой фотографироваться, и мы это обязаны выложить во все соцсети нашей команды и клуба. Филин полетел. Филин, не долетев до пресс-вола, его просто в наручники заковали и посадили чуть ли не в отделение полиции местных. Он потом минут 40 объяснял, что он талисман континентальной хоккейной лиги клуба Лады Тольятти, который пришел на фотосессию. Ему сказали, еще раз мы тебя летящим здесь увидим, мы тебе подпалим все твои... Перья и крылья. Перья и крылья, да. И он быстро лидеровался в раздевалку. Короче... И у него были действительно подпилены крылья. То есть фотографии, которые планировались в аккаунты клуба попасть, не попали, да? Или из отделения выложили? С Динамо фотографии получились. Ну да, то есть там очень комичные ситуации бывают, это и на матчах звезд тоже. Соответственно, есть запрещения, они еще и обговариваются. Но при этом ты же сам, когда ты куда-то идешь, ты же сам должен понимать, что, куда, почему. Потому что, например, если матч звезд в Москве, образно говоря, то да, ты здесь многие арены знаешь, ты понимаешь уже, ага, вот здесь вот этот отсек, это так, эта сторона, это так. А когда ты приезжаешь в чужой город, тебе талисман именно хозяев, он может тебе подсказать, объяснить, что вот здесь у нас здесь вот это, вот здесь у нас там раздевалки, вот здесь у нас VIP. И ты уже анализируешь все, непосредственно приехав туда. Но всего знать невозможно. Вот у нас, когда был матч звезд на Динамо, а ее только-только открыли. Вот эта новая арена, да? Она была открыта, по-моему, в 18-м году, и Динамо туда заехала в 18-м. А матч звезд назначили на 20-й. И, значит, у нас такая вереница идет с костюмами, 30 человек талисманов заходят на эту арену. Я захожу, мне говорят, лифт такой-то, выход такой-то, направо и по длинному коридору. Я вышел. Куда я вышел? Какой-то перекресток, какой-то Соколов. Я говорю, я где вообще? Талисман Волк Динамовский меня нашел через полчаса, я говорю, ты куда? Ты вообще где есть-то? Пойдем. И мы в итоге переодевались на такой маленький закуточек футбольного Динамо, там мини-тренажерный зальчик. И вот там мы переодевались. Но на самом деле, действительно, спасибо ему, он тогда нас всех выручил, потому что у нас очень многие заплутали. Прятки на стадионе Динамо. Да, непонятно, куда идти, потому что внутри арена просто огромная. Да, там же и футбольная, и хоккейная. Да, там очень много разных отсеков, 450 дверей, куда заходить. А у нас один говорит, прикинь, я захожу, и подкаст. Клубный, да? Какой-то, какой-то там. Он, говорит, не понял, сначала думал, что надо было садиться. Радио-жара, радио-жара. И он приходит, а еще в костюмах же ходит. Ягод, талисман, грубо говоря, Хабаровского Амур, или кто-то там, неважно, на радио-жара. И мы не вломили? Нет? Жара на жару. Нет. И вот очень многие ребята там, да, путались. Соответственно, когда ты хозяин арены, вот просьба к новосибирскому снеговику, пусть он сразу нам пытается сразу все объяснить, куда, чего, почему, чтобы не было каких-то эксцессов, инцидентов. А у вас нету коммуникации? Ну, то есть, допустим, вот ты вспомнил про динамо-жару? Талисманского чата. Да, условно. Нет, нет, все это есть. Все это есть. Мы великолепно общаемся. Мы все очень дружные. И все это у нас есть. Но просто, например, как он за неделю, например, до вылета на Матч Звезд мне объяснит, что вот этот у нас козырек, сюда ни в коем случае заходить нельзя. Он же мне лучше его покажет, когда все прилетят. Ну да, какой-то инструктаж, наверное. Ты прилетаешь, и тебе арену показывают. Да, да, да. Вот крайний Матч Звезд был в Питере, на новой СК-арене. Значит, у меня был поздний выезд. Я приезжал уже в пятницу, но вечером, почти в пять вечера, я приезжал, меня забирает такси, и я смотрю, он что-то мельтешит. Я говорю, мне СК-арена нужна. Он говорит, нет, я вас везу в отель. Я говорю, мне отель не нужен, мне срочно нужна СК-арена. Что-то не то. И, значит, завертелся, и мы поехали на СК-арену. Приезжаем, там уже половина переодета, половина не переодета. Ребят. Я говорю, а что происходит? Да вот, съемки сюда, съемки туда, это, это. И ты уже начинаешь вливаться. Я говорю, а хорошо, а где я снимаюсь? Приходят кураторы, начинают тебе все объяснять. То есть, и там все очень, пытаются все быстро сделать, как-то вот, немножко дезорганизованно, потому что цейтнот времени в пятницу всегда заставляет действовать быстро, оперативно. Расскажи про трех поросят. Это вы друзья? Да. Как это вообще все происходит? Они какую роль выполняют? Они такие же, как и я. У нас нет разграничений. Я не считаю себя прям, вот я там официальный талисман-талисман, а они... Эй, вы порося, а что вы понимаете? Ну да, да. Нет, мы все вместе. Мы с первого сезона возобновления команды игр в континентальной хоккейной лиге с 15-го года. Как Спартак возродился? Да. Как Спартак возродился, да. Спартак должен жить? Мы все сразу вместе. и они, и я. Мы одно целое, потому что мы всегда поддерживаем команду позитивно. Мы всегда с болельщиками. Это одно целое тоже, я считаю. И они великолепные. Просто там люди, которые уже в возрасте, но при этом они лучше меня. В прямом смысле? Правда. В прямом смысле. Они очень подвижные, они танцующие, они энергозатратные, у них просто... Я не знаю, сколько энергии. Про меня говорят, что у меня много энергии, но я так не считаю, глядя на них. У них есть какие-то имена? Типа там Ниф-Ниф? Ниф-Ниф, Наф-Наф-Наф-Наф-Наф-Наф, да, все правильно. Да, это их имена. Они работают так же, как и я. Еще раз говорю, мы едины. И они заряжают команду, они заряжают болельщиков, они... В фойе их постоянно можно увидеть. Детская аудитория просто... Ищет. Да, это их цари и боги. Соответственно, они великолепны, реально, они и танцуют, и пляшут, и могут. У нас был конкурс, когда мы еще играли на ВТБ Парке Легенд, значит, ребята наши придумали конкурс 6 на 6, игра в двое ворот, талисманы против болельщиков. Играют типа в футбол. И вот мы играли там, значит, у нас было 6 талисманов. А кто? Три поросенка? Три поросенка, фарш, гладиатор и пицца. Ага, пицца это... Империя пицца была. И вот 6 талисманов было. И, значит, играли в футбол против болельщиков. Просто такие вещи там исполнялись, там и кто-то падает, кто-то в воротах, вот так, они друг на друга вот так легли в воротах. Попробуйте нам забить. То есть у ребят реально есть идеи, ребята воплощают эти идеи в жизнь, непосредственно работая. Но это творчество прям. Это да, это действительно творчество. Это ты всегда делаешь что-то. И ты делаешь это во время игры. У тебя это прям вот что-то возникает прям во время игры, что-то новое, да? Что-то ты делаешь уже непосредственно игру за игрой, что-то старое, твоя какая-то старая фишка, да? Ну, соответственно, они великолепно, я считаю, что исполняют свою роль, как талисманы хоккейного клуба «Спартак». Пришло сейчас в голову. Динамический волк тут пытается постоянно, наверное, домики сдувать, да, у поросят. Сдул ВТБ-арену сначала, со «Спартака» пришлось переехать. Сейчас вот строится новая каменная арена. Это, кстати, хорошая, хорошая тема. Ну, я думаю, сейчас кирпичную, кирпич достроим. Бетонная, бетонная кирпичная. Бетонная, да. Знаешь как, вот вокруг этой темы очень много слухов. Может быть, ты как-то немножко прольёшь свет. «Спартак» через какое-то время, «Энная», да, будет играть всё-таки в «Лужниках». Вот. И ты что-то знаешь? Нет, ребят, я вообще ничего не знаю, да, и этот вопрос надо задавать не мне, потому что я так же жду, как и все, новой арены. Но ничего не могу вам сказать. Ну, по-моему, в «Мегаспорте» всё равно классно. Нет, классно, классно. «Мегаспорт» – классная арена, и ты... Мне очень нравится тем, что там тепло. Это точно. Да, там тепло. По сравнению с «Сокольниками», да, которое продувалось на других аренах очень-очень холодно. Например, вот в «Сокольниках» старых было очень-очень холодно. Я помню, мы играли там пятнадцатый год, почти все игры сыграли, кроме четырёх, которые мы играли на «МСА» в «Лужниках». И я помню, я работал на «Спартак», «Салават», «Юлаев», минус тридцать один, я выходил и шёл ещё на верхний ярус, а верхний ярус там, чтобы вы понимали, идти по улице. Да-да-да-да, по лестнице подошёл. ты поднимаешься по лестнице, а на верхнем ярусе минус тридцать пять. А на верхнем ярусе сидят такие, знаете, уфимские и московские эскимосы, которые увидят тебя и сразу тают. Да, понятно. По поводу вообще, вот, знаешь, хочу поговорить на тему ретро-матчей. О, кстати, хорошая тема. Я вообще, как бы, Рустама увидел в первый раз, ну так, вот в моей памяти всплывает, в образе бандита из девяностых, сбитый, с сигаретой в зубах. Он ещё, по-моему, я сейчас уже точно не помню, он, по-моему, подошёл, что-то у меня там легнуло, я думаю, блин, вот, вот, что за публика ходит. Давай вот немножко, во-первых, сама идея крутая, да, вот, началось, по-моему, первый матч ретро, 60-го, да, что-то такое. Да, 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 да. Там консервы, что-то такое. Да, 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 абсолютно точно, и там почему-то, знаете, я выбрал, на самом деле, неудавшийся образ, но это я уже понял, когда уже сыграл его. Значит, первый был в 15-м году, в Сокольниках играли против Йокерита. Йокерит, да. Да, проиграли 1-3, и там был матч полностью уже 60-х годов, когда наши девочки достали где-то прям мандарины, реально прям свежие, свежие вкусные мандарины. В декабре. В декабре. Плюс 10 на улице. А там же все действия, ретро-мачи в основном на улице происходят. Это же все для болельщика. Ну да. Устанавливаются декорации, привозятся старые ретро-автомобили, привозятся какие-то действительно... Команда приезжает на автобусе. Да, команда приезжает на Зизи, Зиме, и таких вот моделях автобусов, которые были непосредственно в 60-х годах. И я допустил одну скажем так, оплошность. Я оделся в Юрия Никулина из операции «Ы». А он же динамовец, да? Вот, вот. И именно эту ошибку-то я и допустил. Я почему-то уже об этом подумал после того, как сыграл эту роль. А пришла мне в голову эта идея только потому, что это действительно 60-е годы. Кто тогда в 60-е годы прославлял СССР? Ну там... Юрий Гагарин. Гагарин, да! Там еще Хрущев тогда был, вот эта кукуруза, вот эта. Понятно, да. Но это трогать мы не стали, потому что Хрущев и Брежнев были так и так на матче. Я думаю, что сделать? Ну и я предложил идею. Времени было мало. Они говорят, ну давай. У тебя теперь самое главное. И это действительно для ретро-матча всегда очень сложно найти одежду, найти тот реквизит, который был в 60-х годах. Я больше всего искал вот эти рейтузы. Ё-моё. И нашел на Домодедовском рынке рейтузы с начесом за 250 рублей. И они действительно были более или менее схожи на то, что было тогда на Юрии Владимировичникулине. А валенки, я ходил и спрашивал у всего дома валенки, говорю, мне нужны валенки практически до колена. Такие большие... Высокие, да. Высокие, да. Они тогда были действительно в моде, потому что вот эти лесорубы, все были абсолютно в валенках и калошах. И мой хороший-хороший сосед Анатолий Иванович, спасибо ему огромное, помог мне с этими валенками, дал их. И вот я в этом образе стал пугать сотрудников полиции, начиная прямо с самого первого... Как из метро вышел, да? Нет. Я же переодеваться-то уже стал непосредственно на арене. И я когда переоделся, у меня, значит... У меня, кстати, еще был один великолепный атрибут, шапка Хабаровского Амура, привезенная из Хабаровска. И я нашил туда просто спартаковский ромбик. И там не было написано ни Амур, ничего, а просто желтая шапка с белым помпоном и спартаковский ромбик. У него была оранжевая и тоже с помпоном. И был такой вот вырез, как у подшлемника «Мотоциклист». Такую шапку найти было очень сложно. И, соответственно, думаю, ну да, и вот эта шапка, она более-менее похожа. И, значит, я иду, у меня вот эти валенки, которые хлюпают. И я смотрю, лежит лом. Думаю, Николин же с ломом ходил. А что мне мешает? Он с Фомкой ходил, да. Он с Фомкой ходил. Я смотрю, лежит лом, думаю. Ну, Фомки у меня нет. Просто на улице? Нет. Около арены. Около арены, видимо, сотрудники леда. Там лед и лед чистый. Да, они лед колупали. Там была температура плюс 8, плюс 10, но при этом где-то лед еще не отошел. Короче, да. Да, и, значит, я беру этот лом, говорю, ребята, я вам верну, не беспокойтесь. И я вот так кручу, захожу на арену, на меня смотрят два потерянных сотрудника полиции друг на друга и на меня. И хотят уже меня арестовывать. А нет ли у тебя умысла на теракт, да, типа того? И я захожу, ну, что там, ребятки? Где тут двери? Начинают двери вот так потихоньку взламывать. Они еще больше напрягаются. Ну, понятно даже. А где бабуля? И когда на меня... А где выход? Руки вверх. И когда меня увидел наш начальник службы безопасности, он сначала посмеялся, а потом объяснил сотрудникам, что нет, это работник, да, хоккейного клуба «Спартак», который просто перевоплотился в образ. И когда ты заново примеряешь вот эти образы, начиная с первого, Юрий Владимирович Никулин, потом пошло... 70-е. Да, потом... Не-не-не, 60-е были, потом 40-е. А, 40-е, да. Кирпич. Кирпич, точно. Кражданин начальник. Косылек, косылек. Какой косы... На быхи. И вот этот образ вообще у меня зашел, потому что пол-арена от меня убегала. Потому что за кошельки боялись, да? Да, да. Пол-арена от меня убегала, и, значит, когда я подошел к одному болельщику, я просто... Это было просто спонтанно. Я решил... Взял и вытащил. Да, я решил просто попробовать, как бы, что это такое. Ну, нужна же наглядность, нужна правдивость образу, да? Неважно, какому. И, значит, я подошел к одному нашему болельщику, он стоит... Ух, там, начинает меня разглядывать, и я в это время у него... Он даже ничего не заметил. Я подошел к нему через 5 минут, и он вообще не заметил. Ты просто в образ вжился прям по-настоящему. Знаешь, если он ничего не заметил, все, роль сыграно. И, значит, когда я подошел к Сергею Новичу Гимаеву, «Царство небесное», он сразу понял, он видит мой образ, он видит вот это, слышит шепелявое, что... А, Костян, кирпись, здорово, заходи там. Он подыграл, как... Да, он подыграл, говорит, у нас ничего нет. Сигаретки есть? Начальник, давай. И он мне прям протягивает сигарету. О, не всего себе! Я эту сигарету в зубы, и якобы показываю, что я начинаю там курить. Ну, как бы народ реагирует, думает, кто это вообще? Половина же не понимает. Отсылки. И вот я не знаю, как довести до людей вот эти отсылки. То есть очень много не понимающих. Не за даже поколения. Потому что не видели фильм. Вот, вот. Есть даже старое поколение, которое ходит и говорит, а кто это вообще? Что это такое? У меня смешная история была вот на этом ретро-матче как раз с Сережей Карякиным, с нашим болельщиком и с международным гроссмейстером, да, шахматист. Он у него был устроен для болельщиков сеанс одновременной игры. на 12 досках. И люди, вот, например, ты играешь, Артем играет. Вот, например, он проигрывает, присаживается другой человек, и, значит, болельщик проиграл, и тут я. Ну, всего. Ну, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. В образе. И его директор или друг, я не помню, кто это сказал, но он выдал просто золотую фразу. говорит, у тебя, говорит, Костя кирпич, только что ладью, говорит, скоммунизил. Так что ты будешь играть в меньшинстве. Я реально, я взял прям недолго, недолго думал. О-о-о, ну, чего? И он начинает, значит, он делает первый ход, я делаю ответку. Ну, сейчас сицилианскую заседу применил. Ну, он говорит, ну, не совсем. И начинает меня просто пешками. Окружать пешками, не ходя другими фигурами. Просто постоянно пешку на один, на две клетки вперед. Я думаю, да, ну, хорошо, на седьмом ходу мат-то от гроссмейстера. Хоть на седьмом, а не на третьем. Уже не детский мат. И в итоге там он мне мат поставил, по-моему, на 25-м, на 26-м ходу. Но без ладей. Да, да, да. То есть она не была задействована, он меня на самом деле вот так вот буквой В латинской пешками зажал. В клещи, да. И там ты не выдвинешь серьезные фигуры и не атакуешь как-то конями, там, слонами, потому что у тебя постоянно под ударом какая-то важная цепь, либо правый фланг, либо центр, и все. И ты ничего не сделаешь. Закрыл, короче, он фланг. Да, он все закрыл, абсолютно. И, соответственно, сразу же показал превосходство пешек над всеми моими фигурами априори. И вот реально Серега Корякин, он молодец, он прямо в эту ситуацию влился, когда я у него украл ладьем, он говорит, да ничего, сейчас сыграем, что-то, может, еще что-нибудь убрать. Я смотрю, думаю, ну вот реально, на что я был бы способен, просто мне было тогда реально интересно, на что я был бы способен в игре против гроссмейстера. Ну, показалось, да, все было великолепно с его стороны, что там реально на седьмом ходу можно было бы все завершить, если бы не... Какие еще... Корякин не был в образе Астафа Бендера, нет там? Нет. Кстати, на самом деле, вот вы знаете, у нас еще на ретро-матчах был Юрий Куклачев, спасибо ему за это, он привел с собой кошечек своих знаменитых, и ему образ-то вообще не нужен. А на самом деле, я считаю, что таких людей нужно тоже одевать в какие-то образы, давать им какие-то наряды, если, конечно, они согласны. Но я понимаю, что, конечно, никто из них не согласится, потому что они же приходят отдохнуть в первую очередь. Ну да, и посмотреть хоккей, да, для них это новое ощущение, так же, как и Сергей Корякин. Ему эти шахматы, наверное, уже снятся. Понятно. Да, а тут он просто приходит и ему опять предлагают сеансы одновременной игры. Но ему это не надо, все же так понимают. Он хочет прийти, присесть там, посмотреть хоккей, с кем-то может из хоккеистов пообщаться, понять, что это за круг, что это за мир, потому что тоже интересно. Вот. И на каждый ретро-матч действительно это была какая-то каждая история, волшебная история для меня. Например, 80-е долго-долго не могли выбрать меня как какого-то героя. Мне сказали какой-то торговец с арбузами. Я говорю, ребята, вы меня представляете, торговца с арбузами? Я что, буду вот так с арбузами с двумя ходить, что ли, на арене и буду предлагать арбузы? 80-е ассоциируется с торговлей арбузами. Я не знаю. Но мне... Был всплеск продаж арбузов по всей стране? Я не представляю это себе, понимаешь? Я тоже не понял тогда идею человека, который мне это предложил. Он говорит, ты вот будешь торговать с арбузами? Я говорю, да какие арбузы? Я говорю, вот что, ну хорошо, отсыл какой? Я возьму в руки два арбуза и буду просто ходить и предлагать людям? Ну и что? Смысл? Смысловая где? Мне нужно... Составляешь? Мне нужно... На чем взаимодействовать? Да, на чем выставились в итоге? Мне подсказали великолепнейший образ Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор». Да. Ну да. Да, да, да. Наш водитель, наш водитель мне полностью помог с экипировкой. Он мне дал куртку. В кожанке? Да, он мне дал кожаную куртку, он мне дал военные штаны, он мне дал два ствола, он мне дал великолепные ботинки типа бердцев. И вот так он меня приодел. То есть там единственное, что было очень-очень сложно, там около часа десяти длился грим для вот этого «Терминатора». Это было вытерпеть очень-очень сложно. Это же красный глаз. Я сидел... Не-не-не, там красного глаза не было, а там просто, знаешь, там вот аккуратный клей, какая-то ремейк, какая-то тушь такая, то черная, то оранжевая, то черная, то опять оранжевая и фольга. Но при этом это делалось скрупулезно, и вот такие вот песчинки маленькие-маленькие вклеивались аккуратно, по чуть-чуть. И вот ты сидишь, тебе говорят, скулы сожми. Я говорю, в смысле сожми? Я говорю, я и так не так, не сяк не могу делать. И вот ты сидишь вот так час десять. Но когда загримировали, уже все. Рот не открывать, это не открывать. Я говорю, а как же я буду праздновать гол? Например, команда забросила шайбу. Я же должен там какой-то движение. Ну, говорят, показывай, показывай все мимикой. Потому что если грим поплывет, ты уже не терминатор. Ну, и сам терминатор, он же был такой I'll be back. Ну, да, да. кстати, раз ты эту фразу сказал? Он вот так вот. Sarah Connor, I'll be back. И, ой, я не знаю, я не считал. Я там просто до каждого начинал Hey, you, come here, там, что-то такое. И тоже народ же по-разному реагирует. Один, один ко мне тоже там, это, Who are you? I'm Terminator. А я Сарин Мушин. Уже по-русски. Я думаю, нормально у тебя фантазия, красавица, по-английски что-то. Надо было как-то реально повзаимодействовать. Можно было. Я, я же даже предлагал, я, значит, я ему предлагал, он стоит, я отбираю у работников арены машину, мойку. Там у них маленькая машина такая, она сначала воду наливает, а потом щетками все. Ну да, да, лед. Не лед, не лед, не лед. На арене, фойе. А, все понял, понял. Есть такие маленькие машины, но это не везде, наверное. Вот она едет, сначала нальет воду, а потом щетками просто все как бы чистит, и промывает одновременно. И вот я одного согнал с нее, говорю, мне нужно это для видео. И я, значит, еду, а тут вроде ко мне подошел позитивно, все, у него все было хорошо, а потом резко зажался, и двух слов связать не может. Ну, это бывает. Я говорю, давай, 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 парень, давай. Саракона. Ты же, Сарин муж, ты че? Я говорю, хорошо, я сам, давай, я что-нибудь сам придумаю. И мы там, значит, поставили сначала маленькую девочку, потом женщину, и начали вот эти вот отсылки, что там Саракона маленькая, потом небольшая. Короче говоря, у нас тоже нормально там все получилось. Пока сидим, у тебя такой прекрасный перстень. Расскажи про него. У него есть какая-то история? Да, есть история, и спасибо большое одной общей нашей знакомой, это мисс Спартак, Надя Белоусова, когда был второй сезон континентальной хоккейной лиги, 16-й год, я просто люблю носить ювелирные украшения, и у меня была просто классическая печатка с камнем. Ну, и после одного из футбольных матчей она у меня спрашивает, а что у тебя вот такое хорошее кольцо, а Спартаковского у нашего гладиатора кольца нет. Я говорю, ну, а кто бы мне его сделал? Я говорю, я не представляю вообще, как, что она говорит, да давай его я тебе сделаю. Я думаю, ну, хорошо, отлично, все, что надо-то? Она говорит, тут нужно кольцо и еще какое-то ювелирное украшение, потому что оно у тебя будет увесистое, большое и плотное. Я говорю, все хорошо, да, я нашел браслет дома, золотой, принес ей, и вообще не стал ее ни напрягать, ни говорить там, а когда, а вот сколько надо для этого, я понимал, что эта работа трудоемкая, очень-очень много сил надо потратить на то, чтобы сделать вообще хоть какое-то ювелирное украшение, и стал думать о том, как достать там энную сумму, грубо говоря, до 50 тысяч рублей, чтобы оплатить все это. Делалось мне все это 4 с половиной месяца, и она мне приносит, значит, пять тысяч. Подожди, в смысле, что значит пять тысяч? Ну, с тебя пять тысяч, за мою работу. Я говорю, ну, а вот, она говорит, ты талисман Спарта. Все, это наши все. Я говорю, что себе. То есть, и вот это вот получилось действительно классное кольцо, даже вот с гравировкой внутри. Я вам покажу непосредственно. Это по-английски маска это HTSM, то есть талисман Спарта. Талисман, к сожалению, тут бы не уместился, поэтому пришлось писать по-английски. Вот. Соответственно, вот такое кольцо, и я вообще безумно был рад, что у меня вот есть такой, скажем так, аксессуар, еще и золотой, потому что потом у меня еще трое моих собратьев-талисманов спросило, о, а где дело, где чего, дай, дай там это контактик, все, я говорю, слушайте, ребята, давайте я вам сразу объясню, что человек уже, к сожалению, не работает на заводе, на этом, и, видимо, к сожалению, уже вот эта тема потеряна, потому что у меня потом и болельщики спрашивали, где я делал, что делал, и потом уже, конечно, через энное количество времени, там расценки уже были. Ну, Рустам, ну, еще какую-нибудь талисманскую историю напоследок, может быть, с матчем звезд что-нибудь связанным интересно было? Да, была одна интересная история. У нас в Уфе произошел один коллапс, когда талисман Витязь почувствовался Джеки Чаном или Брюсом Ли, там, я не знаю. Да, начал играть с промежными дверьми гостиницы в карате и прорезал себе ногу в семи местах. ему наложили там восемь или девять швов. Разбилась, что ли? Да, там было орк стекло такое, помните, с проволокой в советское время, которая выпускалась? Причем в стекле проволока внутри, да. И, значит, он себя почувствовал, наверное, Джеки Чаном или, я не знаю, Брюсом Ли в тот момент. Он ударил в стекло и огромный осколок упал ему на ногу и семь швов ему потом накладывали. А это больница, соответственно, все вот прям... Ну, это да, его отвезли куда-то в травмпункт города Уфы, накладывали ему швы и нам после этого сказали, что, ребят, вы на этом матче звезд не думайте никуда соваться, просто уйдите к себе в коморку и даже не отсвечивайте. Ну, и спасибо огромное ребятам из Уфы, я сейчас имею в виду и талисманов, и фанатский сектор Салавата Юлаева и болельщиков его. Почему? Потому что великолепно тогда две куницы пришли в свой фанатский сектор и сказали, давайте поддержим всех нас, всех талисманов. Так как же, как такое может быть, что идет матч звезд, а талисманы просто сидят в раздевалке и ничего не делают? Да, бред какой-то. Да, мы просто выйдем талисманами, выйдем на арену и просто вместе с вами поколбасимся, позажигаем, все сделаем и надеюсь, что нас оставят просто хотя бы фоном на арене, чтобы мы были как бы частью всего этого матча звезд. Ну и вот, и действительно, фанатский сектор просто воодушевленно нас принял, они были дружелюбны ко всем, неважно кто ты там, из Динамо, из Спартака, из Амура, из Сибири, идите все сюда, давайте там фоткаться, обрататься, все прошло великолепно и вроде как мы в глазах многих наверное были реабилитированы, потому что мы встали по кругу всей арены и потом после этого мы спокойно ходили уже там и по льду, и по трибунам. Немножко так, негативный вот этот вот прецедент, он потух, потух, да? да, вот именно этим поступком негативное вот это вот влияние, Аура, да, она просто сошла на нет, потому что они как-то поняли, что действительно болельщики хотят талисманов, они хотят увидеть талисманов не только на трибунах, а еще и на льду, которые зажигают, заводят болельщиков. Там было супершоу какое-то впервые сделано именно в Уфе в 17-м году, но и при этом еще и талисманы. Вот за это им огромное спасибо. Ну что, сейчас начинается сезон в хоккейной команде, надо пожелать успехов в этом новом сезоне. Да, конечно, естественно, мы все желаем команде только побед, естественно, великолепной, хорошей, заводящей и завораживающей игры, чтобы каждая игра была веселая. Я вот очень люблю, например, очень веселые игры, не всегда, конечно, это получается, ты и так понимаешь, но при этом чем веселее игра, даже в плане счета, тем прекраснее болельщик уходит с трибуны. Причем не важен результат этой игры, важна сама игра. И, соответственно, всем положительных эмоций. Игрокам, тренерам, болельщикам, обслуживающим персонал, всем-всем-всем. Когда у тебя положительные эмоции, когда ты думаешь о каком-то позитиве, у тебя и будет позитив. Не зависим от результата. Призываем всех, приходите на хоккей, ссылка на билетный портал под выпуском. Переходите в наш телеграм-канал, мы периодически проводим разные розыгрыши. И я хочу сказать отдельное спасибо студии Face2Face за помощь в организации данной съемки. Всем большое спасибо, всем до встречи на Мегаспорте. Красно-белые, вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Спартак!